как одной из уникальной культурной ценности Вьетнама. И этот музыкально-культурный проект представляет собой гармонию традиционной национальной музыки, симфонической классики и современных ритмов. И можно смело назвать его музыкальной визитной карточкой Вьетнама. Вьетнам — это красивейшая страна с богатой культурной и историей. И, как я уже сказала ранее, музыка является ее главным достоянием. Она разнообразна и мелодична. В программе «Оссо-фьюжн. Музыка самой природы» на первый взгляд несовместимые звучания традиционных национальных инструментов в сопровождении симфонического оркестра предстанут совсем по-другому. И вы окунетесь и даже, можно сказать, увидите незабываемый мир Вьетнама. Дорогие зрители, сегодня у вас есть действительно уникальная возможность почувствовать ту любовь, которая была во время создания этой программы. Люди говорят на разных языках, но язык музыки имеет единый язык. И сегодня с нами основатель этого грандиозного проекта, этой программы. Председатель компании «Оссо» господин Гуэн Вьетхунг. Аплодируем. Пожалуйста, господин Гуэн Вьетхунг сегодня в зале. С нами. Спасибо. Вместе с основателем и создателем этого шоу с нами также артисты и представители культуры Вьетнама, высочайшие профессионалы своего дела. Музыкант-композитор Чан Мань Хунг. Режиссер Тать Ме Луан. Музыкальный директор Гуэн Хуан Ким Куан. Звукорежиссер Гуэн Нат Ли. Музыкант Кау Хунгант. Группа «Красное солнце», о которой я расскажу сейчас позже. И всемирно известный дирижер Мариус Стравинский. Аплодируем, господа. Музыкант-композитор Гуэн Нат Ли. Музыкант-композитор Гуэн Нат Ли. Музыкант-композитор Гуэн Нат Ли. Музыкант-композитор Гуэн Нат Ли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok